24 сентября 1955 года на заводе в городе Северодвинске состоялась церемония закладки первой отечественной атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Спустя 63 года легендарная субмарина ожидает музеификации. Репортаж наших коллег из Большого ЗАТО. Лодка пришла на завод в 2005-м на утилизацию, что называется, на иголке. К такой операции заводчане, к сожалению, уже успели привыкнуть. Выгружается ядерное топливо, и от субмарины остаётся один реакторный отсек, герметичный, который затем отравляется на хранение в губу сайда. На СРЗ посчитали, не гоже так поступать с ветераном, первым проложившим подо льдами путь к макушке земли. Коллектив завода вместе с военно-морским флотом боролся за эту лодку, потому что мы считаем, что верх цинизма, значит, уничтожать первую атомную подводную лодку, это, ну, скажем так, та память, о которой мы должны, слишком много говорим, но очень мало делаем для этого. И сегодня вот наступил тот торжественный день, когда мы можем сказать, что первый этап по музеификации первой атомной подводной лодки, он выполнен. Первый этап был нелёгким. Срок службы субмарины вышел, и, имея на борту ядерную энергетическую установку, она представляла определённую опасность. Этот вопрос нужно было решить в первую очередь. Пришлось доработать специально чертежи на стыковку, сделать конические обечайки и вварить. Причём вваривали мы ровно так, как это делалось при постройке лодки, полностью сохраняя геометрию сварных швов, прочностные характеристики. Второй этап – разработка проекта музеификации. Такое задание было дано в 2016-м на заседании морской коллегии при правительстве России. К разрешению привлекли прежде всего проектанта лодки – морское бюро «Малахит». Конечно же, без помощи флота, без помощи ветеранов-подводников поднять эту тему по музеификации первой атомной подводной лодки было бы тяжело. Разработка проекта и третий этап – это выполнение уже в железе. Значит, то, что проектант разработает, и мы с вами должны довести до заветной точки, чтобы у нас в стране был музей первой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский Комсомол». Продолжение следует...